В России вновь обсуждают тему школьного питания. В среднем по России стоимость школьного питания 50 рублей в день. Часть этой суммы – деньги родителей, часть – дотации с госбюджета. Причем в каждом регионе суммы разные. Сколько будет стоить обед школьников, решают местные чиновники. Социально незащищенная категория – это дети из семей многодетных и малообеспеченных – питаются бесплатно за счет государства. За остальных должны доплачивать уже родители. Чем и как кормят в столовых Мирненского района узнавала Наталья Николаева. 12.00 в 12-й школе. Через 5 минут прозвенит звонок и ученики побегут на обед. В школьной столовой пока пусто и тихо, но на кухне работа кипит. Сварить, испечь и накрыть успевают 7 человек – 3 повара и 4 рабочие. Одна из забот – разработка меню. Учитываются два фактора – материальные и социально-демографические особенности региона. Для организации питания школа заключила договор с предприятием «Торг». Кормят два раза в день. Большинство детей предпочитают только завтрак. Обед берут лишь 40%. Однако массовых отказов от питания нет. Детки едят с аппетитом. Не с телефоном, а кто-то в шумной компании. Заодно бурно обсуждают школьные новости. Но итог один – чистые тарелки съели все. Для того, чтобы понять, насколько вкусно и съедобно то, что ели детки, я решила все-таки попробовать все это сама. Вот супчик на первое. На второе у нас капуста с мясной запеканкой. И, конечно же, чай. Итак, пробуем. Супчик. Довольно-таки вкусный. Горяченький еще. В центральных городах России школьные столовые предпочитают китеринг – доставку готовой еды. В образовательных учреждениях Мирнинского района кормят тем, что приготовят собственной столовой. Для тех, кто не наедается, открыт буфет. Каши, супы, запеканки – обычная детская еда – основа школьного рациона. Конечно, ей далеко до домашней. Этим-то чаще всего родители недовольны. Питание, возможно, и не самое изысканное, зато безопасное. За последние годы в школах района не зафиксировано ни одного массового отравления. Наталья Николаева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».